У нас сейчас семь взрослых лошадок и одна молоденькая ягодик лошадки, восьмая. Мы старались, всегда стараемся заранее запастись зерном, сеном, но сена, конечно же, до весны никогда не хватает. Поэтому весной, где-то в феврале мы начинаем докупать сено. И сейчас возникла, конечно же, проблема. Проблема финансовая в том, что не хватает денег немного докупить. И плюс проблема того, что в том году был плохой урожай по сену и плюс еще доставка. Стараемся выкрутиться, стараемся, чтобы лошади не голодали, чтобы у них все было, потому что они не понимают, что какая-то обстановка не такая. А мы, так как мы ответственны за них, в общем-то, они зависят от нас целиком и полностью, даже больше, чем кошки и собаки. Лошадь беззащитна перед человеком, перед ситуацией целиком и полностью. Так как у нас лошади в основном верховой породы, не тяжеловозной, тяжеловозные в лошади более спокойные. У них другой темперамент, другой характер и другая восприимчивость к изменению ситуации. Верховые лошади, они более нервные, у них более психика тонкая. И поэтому, конечно же, тяжело, конечно же, они пугаются, конечно же, они начинают метаться в денниках. Если это на улице, лошадь может в панику, в такую, у нее начинается паника, а паника у лошади как снежный ком. То есть она постепенно усиливается. Поэтому с лошадью нужно всегда быть очень осторожным. Она всегда потенциально опасна, тем более в панике. Она не понимает, что она может убить, затоптать. По этой причине же не проводятся тренировки. Потому что что-то, если случится, мы просто ничем человеку, сидящему верхом на лошади, помочь не сможем. Он самостоятельно сможет, только должен будет держаться. Мы будем эвакуироваться только в том случае, если пострадает здание. И все. А так куда? Нам особо некуда. У нас есть место, куда мы могли бы передвинуться. То есть, ну опять же, будет ли там безопасно. Вдруг здание вдруг как-то пострадает, и надо будет их выпустить. Мы им сделали всем бирочки с моим номером телефона, чтобы вдруг разбегутся, чтобы люди могли позвонить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова